МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Почему папайю стоит включить в свой рацион? Можно ли навсегда избавиться от сорняков на любимых грядках? Как не тратить лишнее время на приготовление еды? И могут ли вас заставить демонтировать установленный кондиционер? Высокое тропическое дерево с овальными плодами зелёного цвета. Это папайя, фрукт, в котором много витаминов и полезных веществ, нужных организму, таких как витамины А, В1, С, Е, железо, натрий и кальций. Мякоть содержит бета-каротин, клетчатку и ценный фермент папаин, который используют во многих лекарствах. Его используют как в народной медицине, так и в официальной медицине. Также для лечения позвоночника используют при тахикардии, то есть проблемах сердца, используют при повышенном холестерине. Но с этим экзотическим фруктом стоит быть осторожным. По словам врачей, он может содержать больше аллергенов, чем обычные фрукты и овощи. Когда человек получает слишком много фруктов, которые произрастают в другом регионе, то увеличивается риск возникновения аллергических реакций, особенно у детей. Внимательным стоит быть и при выборе фрукта. Спелая папайя всегда желтого цвета, без имятин и потемнений. Увидели зеленые вкрапления, значит, плод еще не дозрел. Такой может быть опасным для организма. Чем опасен этот зеленый фрукт? Тем, что он ядовит на самом деле. Фрукт папайя содержит фермент папаин. В зеленых фруктах он достаточно агрессивен. Именно этот фермент выделяется из зеленых фруктов. Этот фермент расщепляет белки до аминокислот. Поэтому желательно, чтобы, если фрукт употребляется в зеленом виде, то есть, чтобы он проходил термическую обработку. Папайя – отличный продукт для тех, кто следит за своим весом. В этом фрукте на 100 граммов приходится 40 калорий. Однако, несмотря на это, плод довольно сытный, а в сочетании с тертым пармезаном получается отличная закуска. Кстати, в сушеной папайе не меньше пользы для организма. В ней сохраняются все витамины и органические вещества. И она не менее вкусна, чем свежая. Дачники знают все об экономии, времени, сил и средств. Поэтому стараются найти то, что нужно для работы в саду, и его украшения в одном месте. Цветы в вазонах – хорошее решение для создания красивых зеленых зон. Уличные горшки можно переставлять местами, каждый раз получая новые композиции. Мне нравятся домашние цветы. У меня очень их много. Я работаю с цветами, ухаживаю за ними, пользуюсь эпином, корневином, опрыскиваю, поливаю. Ну, они просто прекрасны. Там, где цветы расти не желают, на помощь придет искусственное зеленение. Ухода оно не требует, но при этом круглый год имеет идеальный вид. Под зеленым цветущим ковром можно за считанные секунды скрыть неровность стен, спрятать непривлекательные заборы. Решить вопрос бедной истощенной земли, на которой все плохо растет, можно с помощью удобрений. Органические разлагаются медленнее, поэтому не сразу могут дать тот или иной элемент. Минеральные удобрения усваиваются быстрее. Грамотно их сочетая, можно обеспечить растения необходимым питанием. Легко и комфортно подкармливать свой сад, одновременно поливая его, можно с помощью удобрений Бонафорте. Канистры с инжектором позволяют равномерно распылять концентрированные растворы. У нас эту марку представляет цветущий сад. Чтобы получить хороший вырожай, важно своевременно обрабатывать посадочный материал от насекомых-вредителей. Их десятки видов, поэтому хороши универсальные варианты, избавляющие сразу от нескольких. Выбор сейчас большой. Есть препараты системного действия, проникающие внутрь зеленой массы, контактного, кишечного действия и фумиганты. Плюс нам докучают муравьи, осы. Да и от ключей участок свой тоже не мешает обработать. Из сезона в сезон большую часть питательных веществ и влаги у посадок отнимают сорняки. Прополка, окучивание и рыхление отнимают много сил и времени. На помощь приходят селективные препараты. Они воздействуют избирательно на определенные культуры. Химический состав средства может быть как органическим, так и неорганическим. Повседневная готовка часто превращается в рутину, и на нашем столе раз за разом появляются одни и те же блюда с одинаковыми ингредиентами. А ведь можно питаться вкусно, разнообразно и при этом экономить время и силы. Сеть Фрэш-25 с удовольствием берет на себя кулинарные хлопоты. Нам остается только выбирать из большого списка готовых салатов и горячих блюд. Помимо вкуса, для многих на первом месте стоит свежесть. Здесь собственная продукция обновляется постоянно. Майонезные салаты через 6 часов, масляные раз в 12, а полуфабрикаты через 24 и 46 часов в зависимости от величины нарезки. Здесь готовится все в режиме, как говорится, онлайн. Понимаете, сразу с кухни на прилавок. Все свежее. Конечно, надо супругу освобождать от этого. С работы идешь, уставший, под напряжением, а тут все готовое берешь. Соответственно, все вкусно, все свежо, и поэтому с удовольствием. Проверенный способ приготовить вкусное блюдо даже при минимальном кулинарном опыте – свежие мясные и рыбные полуфабрикаты. Точно подобранные специи, правильная нарезка, осталось только добавить огня. Когда ты куда-то спешишь, особенно это актуально после работы, или кто в дегрете находится, мамочки, когда ограничено количество времени, надо что-то приготовить, чтобы это было вкусно, полезно, то можно воспользоваться полуфабрикатами. Но я предпочитаю кухню, которую магазины сами делают. Я, допустим, предпочитаю, конечно, сама готовить, но сын взрослый человек, не семейный на данный момент, ему удобно, он постоянно работает на двух-трех работах, еще и учится в аспирантуре, и просто самому ему очень удобно. Уже готовил, взял, обжарил. Сочные, полезные блюда с ярким вкусом получаются благодаря тому, что мясные полуфабрикаты делают из охлажденного мяса, телятины и свинины. Крупно-кусковые полуфабрикаты хороши для тех, кто любит готовить сам. Ребра, антрикоты, шея. Хочешь запекай, хочешь жарь. Приятно, что свежая кулинария и ароматная сдобная выпечка в новом гипермаркете Фрэш-25 на Океанском проспекте доступны круглосуточно, а после восьми вечера можно и существенно сэкономить. Собственная продукция становится дешевле на 20%, так что можно отменить однообразные скучные обеды и ужины. В жару он обдувает прохладным ветерком, в дождь сушит воздух в квартире, кондиционер, спаситель. Вам такая техника угодила, а вот соседи ее возненавидели и строчат жалобы. И бывает, что претензии вполне обоснованы. Сосед, который живет внизу, его кондиционер может всячески побеспокоить, а именно шумом по подоконнику балкона, либо по подоконнику окна, либо часть кондиционера может заливаться в окно или опять же в открытый балкон во время жарких дней. Мы столкнулись с такой ситуацией. То есть наш сосед как бы с пятого этажа, слава богу, отнесся к этому с пониманием и сделал очень грамотный вода, теперь кондиционер, который над нами, не стучит нам по подоконнику ни днем, ни ночью, и следовательно на балконе, и в комнате у нас сухо. Юристы советуют все-таки согласовать установку кондиционера с соседями, что называется, от греха подальше. В Приморье были прецеденты. Представители управляющих компаний по жалобам через суд добивались демонтажа оборудования. В идеале, конечно, это получить протокол общего собрания собственников, в котором будет прописано, что большинство, по крайней мере, собственников не возражают против установки данного оборудования кондиционера, оно никаким образом не нарушает их права и законные интересы, не мешает им и так далее. То есть этот документ будет в случае каких-то конфликтных ситуаций с той же управляющей компанией, ТСЖ и так далее, то есть являться документом и, соответственно, быть доказательством в случае, если возникнет подобный спор. Получить разрешение собственников квартиры рекомендуется особенно, если вы живете в здании исторической ценности. В некоторых регионах России нельзя устанавливать кондиционеры на таких объектах. В Приморье законодательного запрета пока нет. И вообще, захотели климатическое оборудование в доме, с местными органами власти ничего согласовывать не нужно. Это вам не перепланировка. Наши партнеры. Компания «Цветущий сад. Телефон». 294-4405. Новый гипермаркет «Фрэш-25» на Океанском проспекте 52А. Работает круглосуточно. После восьми вечера скидка 20% на выпечку и кулинарию. Субтитры создавал DimaTorzok